Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам показываю, как я отшила вот такой вот купальник. Купальник я шила первый раз в жизни. До этого у меня никогда не было опыта в пошиве плавок и вот такого вот лифа. Осталась я очень довольна. Если вы никогда не шили купальник, то я вам советую попробовать отшить для себя, либо же для своих близких. На такой купальник уходит не так уж много времени, как можно было бы подумать. Это примерно за часов 5 можно раскроить и отшить. Это если вас никто не будет отвлекать. В общем, это было очень интересно, увлекательно пошить, делать лекала. Все я снимала с нижнего белья, где-то делала легкую модификацию. Здесь я приточала вот такую вот черную резинку. Все швы я обрабатывала зигзагом, чтобы резинка хорошо тянулась. Почему я сделала здесь черным, а здесь, например, белым? Ну, просто потому что у меня кончилась резинка, но и нет возможности выехать на базар. Поэтому я сделала так, как есть. Делала я это для своей сестренки, потому что мы сейчас находимся в Тунисе и у нее нет купальника. И вот я ей предложила отшить вот такой вот классный купальник. Смотрится он очень классно на ней, на ее фигуре. Она осталась очень довольна, тем более, ну, очень классная расцветка. Я сняла два видео о том, какие будут модные тенденции на это лето для обычных девочек и для девочек с размером плюс сайз. Поэтому, если вам интересно, то обязательно посмотрите это видео, чтобы быть в тренде. Какие фасоны будут, какие материалы. В общем, очень интересные видео у меня получились. Обязательно их посмотрите. Вот. И здесь я в этом видео немножко вам покажу, как я отшила вот такой купальник. Покажу несколько методов, несколько приемов. В какой последовательности я немножко что делала. Вот так вот выглядит мой купальник издалека. Сейчас покажу немножко ближе. Это идут лекалы моего лифа. Здесь вот у них будет рельеф. На переднюю часть лифа будет притачиваться вот такая вот вставка. Вставку я буду делать в два слоя ткани. И на спине будет идти вот такая вот широкая вставка. Вот так вот оно будет все это крепиться. Вставку я выкроила в один слой. Это идет у меня лекалоплавок. Это у меня плавки. Вы можете взять любое нижнее белье, которое вам нравится. Которое идеально на вас сидит, смотрится. И по своему готовому белью вы можете выкроить для себя вот такой вот купальник. И вот получается я выбрала удобные плавки. И вот к ним я вот здесь еще дорисовала вот такую вот вставочку. Если кто хочет, чтобы попа была полностью закрытая, то можно сделать какие-то фигурные вставки. Как бы немножко расширить, да. Вот. И получается это у меня идут плавки. Они у меня здесь в сгибе лежат. Это идет передняя часть плавок. Вот так вот она выглядит. Здесь вот идет вот такая вот вставочка. Она очень хорошо держит животик. Сюда еще к плавкам необходимо выкроить ластовицу. Сейчас я это сделаю попозже. Вот так вот выглядит у меня мой лиф. Получается здесь между тканями я буду вставлять поролончик. Я вот сначала разутюжила здесь аж швы. Вот. Сейчас я вот сюда вставлю лямочку. И вот так вот по кругу я все это обметаю. У меня есть видео, как сшить спортивные бра. Вот в этом видео я очень подробно показывала, рассказывала, как можно сшить вот такой вот спортивный бра. И немножко технология пошива не отличается от купальника. Как бы я буду делать по аналогичной схеме. Также хотела бы немножко сказать, что практически каждой детальки я буду сейчас настрачивать резиночку. Для чего это делается? Ну, чтобы в первую очередь купальник с вас не слез. И вообще нижнее белье, чтобы держалось плотненько, хорошо на фигуре. Поэтому, если вы можете посмотреть свое нижнее белье, вы заметите то, что там очень много везде настрочено различных резиночек. У меня нету специальной резинки для купальника. Поэтому я буду обычную вот такую вот широкую резинку делить на несколько кусочков. И буду настрачивать здесь зигзагом. Это у меня еще все в деле. Я еще не начала шить. Я вам показываю, что я вот здесь вот сделала. И теперь я буду приступать к работе. Вот идет мое бра. Наполовину я его уже сшила. Сделала я вот такие вот лямочки. Вот получается с изнанки мне теперь надо здесь настрочить резиночку. Вот идет моя изнанка. Вот у меня здесь поролоновые чашечки. И сейчас вот я шов здесь разутюжила. Сначала я разутюжила. Сейчас я поверху буду вот так вот накладывать свою резиночку. И зигзагом буду делать строчку. Надеюсь, что у меня все получится идеально. Вот так внутри выглядит изнанка моего лифа. Получается, смотрите, я сделала уже строчку. Я ее делала зигзагом. Я просто подворачивала ткань вовнутрь и наверх накладывала строчку. И прокладывала вот такой вот зигзаг. Теперь смотрите, когда я сшила сейчас вот этот лиф, очень много было ручной работы. В плане того, что вот здесь я все сметала. Здесь я все сметала. Потом аккуратно засунула лямочки. Ну вот, чтобы получилось как бы достаточно симпатично. Вот сейчас мне надо стачать вот здесь вот боковой шов. Ну вы видите, да, здесь пару сантиметров. И для того, чтобы стачать этот шов, я сметала. Ну если честно, знаете, когда вы шьете большие вещи, да, то намного легче шить то, что не обязательно сметывать. Кладете и стачиваете. А вот здесь вот настолько это такая ювелирная работа, чтобы вот с лицевой стороны было вот так вот все чисто. Чтобы вот эти стыки, вот все вот эти швы я сметываю. Вот сейчас я это все стачаю на машинке. И потом дам строчку на оверлоке. И получается с двух сторон я это проделаю. И мой лифт купальника уже будет готов. Теперь я приступила к пошивоплавок. В общем, вот так вот они у меня выглядят. И теперь я вот их практически уже сшила. Но, конечно, это не полная версия. Получается, боковые вот вставки я прострочила, обметала и заутюжила. Вставочку на передней половинке плавок я тоже вот стачала, обметала и заутюжила сюда вниз. И теперь по среднему шву я вот стачала. Потом я наложила ластовицу, еще сделала отдельную строчку. И теперь я эту ластовицу вот так вот огибаю. И сейчас вот так вот по кругу я начну притачивать свою резиночку. Тем самым, ну вот этот срез на ластовицу, он обработается сразу практически. Остачаю боковые швы, сделаю резинку поверху и наши плавки тоже уже будут готовы. И вот к такому купальнику я уже выкроила и сделала сеточку. Получается, она будет одеваться поверх купальника. Это идет обычный фатин плотный. Это была моя ошибка, что я не купила мягкую сеточку, но ничего страшного. Получается, идет горловина здесь, вот мои плечи. В общем, будет это смотреться с тканью очень классно. Это темная зеленая ткань идет. Надеюсь, вам видео понравилось. Вы немножко вдохновились на пошив вот такого же изделия, как у меня. Если вы любите шить, но до этого никогда в жизни не пробовали шить купальник, то я вам советую это сделать, отшить, потому что было все очень интересно и увлекательно. Я это говорю на полном серьезе. Работа эта очень тонкая. Нужно детальки сметывать первоначально, примерку произвести, потому что где-то линия красиво не идет. Ну, как бы это первый раз было, поэтому немножко были какие-то такие тонкости. Спасибо вам всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком, вашим комментариям. Мне будет очень приятно ваше внимание к моему каналу. Всем вам желаю хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok